Больше министерства управления. Новую структуру органов исполнительной власти представил сегодня Виктор Томенко в правительстве региона на совещании с депутатами Алтайского законодательного собрания. Как оценили новую структуру, расскажет Валентина Аскерова. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в действующую структуру правительства, Виктор Томенко досконально ее проанализировал и пришел к выводу. Структура требует доработки. Основываясь на собственном опыте, Виктор Томенко возглавлял правительство Красноярска около 7 лет, а также, консультируясь с профильными чиновниками, сформировал обновленную структуру. У нас на сегодня 10 министерств. Мы делаем такие преобразования, которые приведут к тому, что министерств будет 13. То же самое с управлениями Алтайского края. 10 управлений. Будет у нас в обновленной структуре 13 управлений. Вместо одной госинспекции у нас будет 4 инспекции по отдельным направлениям. Так, например, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства преобразуется в две самостоятельные единицы. Министерство транспорта и Министерство строительства и ЖКХ. А управление по культуре и архивному делу станет Министерством по культуре. Подобное произойдет и с рядом других министерств управления края. Новая структура правительства края максимально приближена к структуре правительства России. При этом Виктор Томенко отметил, что нормативы финансовых затрат на содержание органов исполнительной власти края превышены не будут. Депутаты и лидеры фракции в АКЗС в целом обновленную структуру оценили положительно. Структура органов исполнительной власти считаем, что выстроена оптимально. И вот то, что Министерство транспорта в отдельную структуру выделили абсолютно верно. Что радует, что у нас отдельное Министерство культуры, Министерство спорта. Это логично, это и с федеральным центром выстраивается. Это шаг вперед. Многие проблемы открыты, обозначены. Теперь только остается качественно наполнить людьми. Управление спорта и делами молодежи, это тоже совершенно разный функционал, да, его тоже нужно развести. Сейчас мы видим, да, в предложениях о том, что будет отдельно Министерство спорта и будет отдельно управление по делам молодежи. Мы солидарны. Есть еще? Поддерживаем, да. Сегодня команда, которая готова на хорошие, позитивные дела, на высокие результаты. Это все во благо жителей Алтайского края. Видим четкую попытку создать команду, эффективную команду, и чтобы она работала успешно. И, конечно, нас, оппозицию, это радует. Виктор Томенко также отметил, что в Алтайском законодательном собрании появился его представитель, это Стелла Штань. Ее функции налаживают связи между правительством края и законодательным собранием. При этом, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что должность представителя будет включена в структуру правительства края. Тот сленг, по которым шел губернатор на выборы «энергия развития», она даже в четырех важных министерств управления находит свое воплощение. 16 октября Виктор Томенко подпишет документы о реорганизации структуры органов исполнительной власти правительстве, а уже на следующей неделе начнутся новые назначения. С подробной схемой новой структуры можно ознакомиться на официальном сайте правительства региона. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Алтай сегодня приходит в себя после испытания ураганом, который обрушился на регион в минувшие выходные. Из-за сильных порывов ветра проблемы с электроснабжением возникли сразу в шести районах. Без света остались жители Шипуновского, Угловского, Поспелихинского, Олейского, Локтинского, Змеиногорского районов. Чуть позже ураган достиг Барнаула. Здесь также произошел порыв линии электропередач. Мастерам удалось в кратчайшие сроки восстановить подачу. Прибавил сильный ветер и работы коммунальщикам, срывал незакрепленные конструкции, остановки, крыши, валил деревья. Есть разбитые автомобили. Как сообщают в администрации Барнаула, все восстановительные работы уже закончены. В Калманском и Топчихинском районах непогода все же стала причиной серьезных ЧП. Там сгорело три дома вместе с постройками. К сожалению, дома пострадали, но крупных пожаров, то есть развитие данных возгораний до крупных, с уничтожением большого количества жилых домов и принесением каких-либо серьезных ущербов, мы, к счастью, Бог миловал нас, мы не допустили. Речь идет о двух поселках – Кубанка и Владарка. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас специалисты устанавливают истинные причины возникновения огня. Пока основных версий две – человеческий фактор и замыкание линии электропередач. Кроме того, в поселке Мирный Угловского района сгорела котельная, отапливающая школу, детский сад и пельшерско-акушерский пункт. Спасатели по-прежнему предупреждают о высоком риске возникновения пожаров, там, где сохраняется сухая и ветреная погода. Итак, один из самых крупных пожаров в селе Кубанка, Калманского района. Наша съемочная группа побывала на месте событий одной из первых, рассказывает Илья Кочетков. Мелькание огней, шум техники, дым в лучах фонарей и нестерпимый запах гари – такой предстала нам Кубанка вечером 13-го. Там, где еще утром стояли дома, надворные постройки, теперь тлеющие руины. Этот дом на краю деревни остался цел, хозяева говорят, заранее обшили металлом, только это и спасло. А вот бани и сарая как не бывало. По словам очевидцев, пожар начался в полях около полудня. Там вообще охотники стояли, ну, как, наверное, разжигали или что, вот костер пошел с этого, пошел через полей тут, ну, пожарники, наши трактора понаехали. Как нам сообщили в краевом МЧС, местные власти среагировали быстро, опахав поле защитной полосой шириной в 6 метров. Но ветер в субботу был такой силой, что это не помогло. От верхового пламени загорелись первые дома. Однако у местных жителей к поселковым властям претензии все же есть. Много раз жаловались, что вокруг домов растет сухая трава. Но руководство Кубанки так и не удосужилось ее выкосить. Была вот такая трава, человеческий рост кругом. Мы жаловались, у нас ни обкосы не делают, ничего. Так и живем. И каждое лето сгорели-то мы из-за чего? Из-за травы. Неутешительный итог. Уничтожено два дома на четыре семьи. Без крова осталось восемь человек, в том числе дети. Их разместили в школе, затем по соседям и родственникам. Кроме того, сгорело несколько надворных построек, автомобили, другая техника. Накануне зимы люди остались без крыши над головой. Одежда, вещей, дров, сено, припасов. По сообщению пресс-службы краевого правительства, пострадавшим окажут материальную помощь. Помогут и тем, кто остался без крова в селе Володарка. Там от подобного пожара сгорел один дом. Напомним, восемь лет назад такой же верховой пожар всего за три часа полностью уничтожил село Николаевка в Михайловском районе. Тогда без крова осталось более тысячи человек. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Мы другим темам. Как долго можно скрывать факты насилия над детьми? Многодетная мать из Заринского, у которой семь приемных детей, и, казалось бы, внешне все в порядке, большой дом, нет нужды, будут судить за рукоприкладство. Синяки, переломы. Так мама наказывала своих детей. Сейчас они живут в больнице и надеются, что к этой матери больше не вернутся. Рассказывает Анастасия Дороган. А ты ее простил? Ну, она меня нет, я ее нет. У детей нет полутонов. Вот так просто Коля говорит о маме и добавляет. Добрая она была чуть-чуть, до школы. А когда начались домашние задания, мама часто стала недовольна сыном. Била ремнем, но волосы вытирала и давила пальцами на глаза. Вот так вот нога лежала, и она двумя ногами на ней это стояло. А зачем она это делала? Ну, она так делала, чтобы я уж делал уроки, потому что я их неправильно сделала и долго делала. Так мама сломала Коле ногу. Последствия закрытого перелома до сих пор дают знать о себе хромотой. Но тогда внимание учительницы мальчика привлекли синяки на его шее. Коля был первым, кого забрали врачи. Ребенку сняли гипс, и мы начали интересоваться активно у опеки, какие у них дальнейшие планы на этого ребенка. У нас появились сотрудники детского дома, сказали, что они его будут забирать к себе, чтобы мы готовили документы, какие им нужны. И тем же днем вечером в пять часов раздался звонок из опеки, и сотрудница опеки сказала, что им нужно срочно предоставить шесть мест для размещения детей из этой же семьи. Домой не рветесь, не скучаете? Нет. Другой маме ходим на поводку. Больницы подтверждают, дети чувствуют себя комфортно и отличаются особой аккуратностью и дисциплиной. Сестры Оля и Карина рассказывают, маму вводила из себя любое нарушение порядка и медлительность. В уроках, в уборке, в наказании приседали, получали пощечины и не только. Мы сидели, играли в гостиной, он что-то сказал, она его взяла за шею и начала к стенке сожлость его давить. Откуда синяки у 13-летней Вали теперь тоже выясняют. На специальной комиссии их обнаружили уже сотрудники опеки. Девочка жила в приемной семье дольше всех четыре года. Все это время о родительских мерах наказания как будто никто не знал. Как говорят в поселке, семью они видели нечасто и в основном летом во время работы. Так за этот сезон, рассказывают жители, семья облагородила территорию. Они срубили старые деревья, навели порядок во дворе, вот заменили крышу. Отмечают, работают все вместе, включая детей. В Заринский поселок семья переехала почти год назад. Но хозяйка дома с ближайшими соседями почему-то даже не знакома. А не знаете, как зовут? Понятия не имею, не познакомился. Молодая, боевая, вот вообще никак. По деревне она не ходила, не общалась. Работяши все, вон там столбы таскала, там музыка полуставила. Где работает женщина и работает ли тоже вопрос. С прежнего места отдела народного образования она уволилась. Всего в семье, подчеркнем еще раз, семь детей, трех до шестнадцати лет. Все приемные. Летом за их состоянием тщательно следили районные органы опеки, когда принимали дела от городских коллег. И заверяют, ничего подозрительного не читали и не видели. Условия удовлетворительные. Площадь жилья 260 квадратных метров. Ремонт, детей ухожено. Детей есть все необходимое. Поэтому при постановке на учет вопросов по проживанию, по обслуживанию у нас никаких не возникло. Теперь ответственность органов профилактики установят правоохранители. Расследование взято под контроль краевых следователей. Мать детей под стражей. Ее обвиняют по трем статьям, в том числе за насилие. Вот только прежде суда юридического она уже попала под суд общественный. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжаем выпуск. Сегодня в Барнауле официально начал свою работу новостной портал «Толк». Главное отличие нового издания от других СМИ края, как говорят в редакции, мультимедийность. Ежедневно на сайте будут выходить десятки фото и видеорепортажей. Читатели ждут самые актуальные новости из жизни региона и всего мира. Мы нацелены на аудиторию от 18 до 40 лет. То есть это такая молодая, активная, платежеспособная аудитория, которая интересуется всем, что происходит вокруг них. То есть это и в мире, и в крае. Политика, общество, технологии, культура, спорт, медицина, туризм. Обо всем этом на сайте talknews.ru. В команду «Толга» входят молодые журналисты с большим опытом работы. Всего 13 человек, которые обещают быть верными своему лозунгу «Если новости, то стол». Готов к труду и обороне, еще одна официальная площадка для сдачи норм ГТО появилась в Бийске. Современный спортивный комплекс установили в поселке Сорокино на территории общеобразовательной школы. Учебное заведение стало участником конкурса грантов Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Проект вошел в число победителей, и на его реализацию было выделено 200 тысяч рублей. О том, чего теперь ждут в отдаленном поселке Наукограды, расскажем прямо сейчас. Пресс, подтягивания, отжимания, нормы ГТО школьники сдают не просто ради значка. Для старшеклассников его золотой эквивалент – это гарантия получить дополнительные баллы КИГ при поступлении. Показать готовность к труду и обороне школьники отдаленных поселков Бийска теперь могут на лицензированной площадке, построенной в поселке Сорокино на территории 33-й школы. База не была практически вообще в поселке. Благодаря тому, что сейчас нам поставили эту площадку, мы можем все здесь выполнить, подготовиться и сдать. То есть площадка на 100% подготовлена именно к выполнению нормы ГТО. Спортивная площадка стала местом, где теперь собирается молодежь. Занимаются школьники не только во время уроков физкультуры, но и по вечерам. Мы сюда приходим каждый день, подтягиваемся, отжимаемся, пресс качаем, иногда прыгаем. Анжелика Кириллина планирует поступить в Новосибирский институт на дизайнера. Установленный на средства гранта фонда Александра Прокопьева спортивный комплекс помог Анжелике заработать золотой значок. Можно подтягивать на низкой перекладине. Это мой минус, моя слабость. И у меня раньше не было возможности, а сейчас как бы появилась, и я вот как бы готовилась, и хорошо сдала. Отметим, что Бийск среди всех городов Алтайского края сегодня занимает первое место по числу тех, кто успешно сдал нормы ГТО. Кроме того, в нашем городе больше всего отличников. Все результаты хорошие на самом деле. А с появлением этой площадки, я думаю, количество тех, кто будет проходить нормативы, только увеличится, конечно же. Это однозначно. Так что сдавать своих лидирующих позиций город не собирается. Тем более сейчас, когда при содействии фонда Александра Прокопьева на территории 33-й школы Бийска появилась еще одна базовая лицензированная площадка для сдачи норм ГТО. На которой уже в скором времени свои золотые и серебряные значки смогут получить школьники из отдаленных районов Наукограда. Евгений Плохотин, Сергей Дровских. Бийск. Специально для наших новостей. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Во вторник в крае переменная облачность. Ночью в ряде районов возможен небольшой снег. Температура в Камне-Наби плюс 6, в Тальменке, Алиске и Кулунде около 8. Теплее в Заринске, Бийске, Изминогорске 10 выше 0 и до плюс 12 в Рубцовске. В Барнауле юго-западный умеренный ветер. Ночью минус 4, днем до 11 градусов выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.